Безобидное пускание дыма или опасное увлечение с тяжелыми последствиями для организма. Сильные новости разбирались, чем опасны вейпы. А в Гомеле на улице советский водитель насмерть сбил пешехода. И сколько белорусов уже прошли техосмотр. 7 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. А вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Безобидное пускание дыма или опасное увлечение с тяжелыми последствиями для организма. Сильные новости разбирались, чем опасны вейпы. Заодно вспомнили несколько ужасных, связанных с ними случаев. В редакцию сильных новостей обратилась мать гомельского семиклассника. Женщина нашла у своего ребенка вейп, провела небольшое собственное расследование и выяснила, что, оказывается, этим балуется в классе ее сына большая часть учеников, как мальчики, так и девочки. А вообще вейпы, по ее словам, можно найти и у школьников из 5-6 классов. Настолько ли выдыхание пара безвредное занятие, не наносящее никакого вреда организму? Корреспондент сильных новостей разбирался в этом вопросе. Ссылку на этот материал мы оставим в первом комментарии под этим видео. Только посмотрите, какая красота сейчас на набережной и центральном пляже. Самое время сделать несколько крутых фоток для своего профиля в социальных сетях. А термос с горячим чаем даст вам прибавку плюс 100 пунктов к атмосферности всех снимков. К слову, освод уже фиксирует снижение уровня воды в саже по несколько сантиметров в день, так что поторопитесь. Главное при этом не выходите на лед. Можете найти себе нового друга. А в лесу под Гомелем ждут своих хозяев семь щенков. Хвостатых нашла гомельчанка Наталья недалеко от санатория машиностроитель, пишет Белка. Она с семьей прогуливалась по лесу, как вдруг увидела одного щенка, а позже и еще семь. По словам гомельчанки, взрослых собак рядом не было, а сами малыши постоянно жалобно скулили. И вот уже две недели женщина после работы приезжает кормить пушистиков. Один умелец соорудил и установил в лесу будку. Малыши прибавили в росте и весе, перестали дрожать и каждый раз встречают меня с радостным лайем. Они очень ласковые, смышленые и могут стать верными друзьями, рассказала женщина. Для одного щенка она уже смогла найти новый дом, остальные по-прежнему остаются в лесу. Если у вас есть желание и возможность взять себе малышей, звоните по номеру, который вы видите на экране. Вам ответит Екатерина. Стало известно, сколько в Гомеле так называемых добровольных помощников милиции. В Гомеле сейчас действует 117 добровольных дружин, в состав которых входят свыше полутора тысяч дружинников и 24 молодежных отряда охраны правопорядка численностью более 500 молодых людей. Таким образом, общее число дружинников составляет более 2000 человек. За прошлый год дружинники пресекли более 1350 правонарушений. За январь этого года – 77. Как правило, дружинники патрулируют дворы и улицы. Узнать их можно по красным повязкам на руке. Осторожно, жесткие кадры. В Гомеле на Советской водитель насмерть сбил пешехода. Авария произошла вчера примерно в 21.35. На пересечении улиц Советская, Рогачевская, Тельмана 83-летний пешеход переходил проезжую часть улицы Советской по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. К слову, в момент включения зеленого света для водителей пешеход еще находился на проезжей части и заканчивал движение. 50-летний водитель автомобиля Крайслер ехал по улице Советской в направлении улицы Хатаевича, не уступил дорогу и сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил травму и был госпитализирован в реанимацию, где спустя время скончался. В Мозере Бультерьер искусал мать с дочерью. Компенсацию морального вреда добивались через суд. Инцидент с многодетной семьей произошел еще в мае 2021. Большая собака подбежала и напала на 4-летнюю девочку. Мама пыталась защитить ребенка от Бультерьера. На крики детей прибежал глава семьи. Однако к тому моменту собака уже покусала его супругу и дочь. Им пришлось лечиться в стационаре и проходить курс вакцинации. В семье подчеркивали, что все дети в семье после этого были напуганы. Дочку и вовсе пришлось вести к психиатру. Женщина обратилась в милицию. Владельца Бультерьера привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания животных. Ведь он допустил выгул собаки без поводка и намордника. В результате чего причинен вред здоровью женщины и девочке. Разумеется, здесь можно говорить о моральной компенсации. Решением суда Мозерского района в счет компенсации морального вреда в пользу женщины взыскано 3 тысячи рублей. Ее дочери и сына 4 тысячи рублей и 300 рублей соответственно. Решение суда вступило в законную силу. К новостям страны. В январе белорусы чаще покупали валюту, чем продавали. Таковы данные Нацбанка. В первом месяце 2023-го физлица продали на 89 миллионов и 200 тысяч наличной валюты больше, чем купили. Общий объем продажи валюты составил 548 миллионов 200 тысяч долларов, а покупки — 459 миллионов. А вот приобретение безналичной иностранной валюты превысило продажу более чем на 149 миллионов долларов. Общий объем купленной физлицами безналичной валюты составил 312 миллионов 900 тысяч долларов. В Белтикосмотре рассказали, сколько разрешений на участие в дорожном движении выдали в январе. По данным организации, за первый месяц 2023-го выдано на 14,5% разрешений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за январь текущего года Белтикосмотр выдал 109 473 разрешения. При этом более 92 тысяч из них были оформлены на физических лиц. В организации предупредили, что количество желающих пройти техосмотр будет расти, а на диагностических станциях могут возникнуть очереди. Для экономии времени можно заранее зарегистрироваться на сайте и выбрать удобное время. Ну и в заключении. В Беларуси официально признана профессия флориста. Соответствующая специальность появилась в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессии рабочих. Теперь работники этой отрасли смогут повышать профессиональный разряд и квалификацию. Примечательно, что теперь определены навыки, которыми должны обладать флористы для присвоения им разряда. Например, флорист третьего разряда должен ориентироваться в видах и названиях цветов и ботанических материалов, владеть различными способами обработки срезанных цветов и разбираться в оборудовании для первичной обработки материалов. Флорист пятого разряда должен уметь делать декоративные структурные букеты нестандартных форм в спиральной параллельной технике. Букеты на каркасах, портбукетницах асимметричные, с использованием декоративных элементов из искусственных и натуральных материалов. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.